меня бесит моя дочь меня бесит моя мама меня бесит то что я самый неорганизованный человек на свете и с этим связана моя жизнь короче начнем с самого главного которое держала у себя в душе меня бесит что по приезду в россию меня сравнивают с екатериной варнавой хотя она меня больше похоже семья на неё а после танцев на тнт еще еще больше начали меня сравнивать с екатерины варнавой вот это меня очень бесит меня бесит то что не могу похудеть потому что я худею с каждый день постоянно день начинаю говорю сегодня я не ем сладко и я постоянно ем сладко что мне еще бесит мне бесит то что я постоянно все теряю. Меня бесит моя мама. Продолжение части. Меня бесит, что я такая же неорганизованная, как моя мама. Меня бесит моя дочь. Это я понимаю, что дочь вся в меня. И меня это тоже очень бесит. Меня бесит, что я порой забываю русский язык. Меня это бесит. Постоянно все теряю. Очки, блокноты, себя. Но это меня тоже бесит. Вы теряли когда-нибудь очки? Меня бесит, что люди пишут мне сообщениями, пытаются меня успокоить, что про танцы на ТНТ и думают, что эта жизнь закончилась у меня. Меня это очень бесит. Знаете, не пишите мне такие сообщения и не жалейте меня об этом. Потому что у меня наоборот все хорошо и все раз все даже лучше на самом деле. Что меня еще бесит? Меня бесит моя дочь. Когда она пишет, потому что ее нету всегда рядом со мной, она всегда пишет мама, мама и все. И она день может не позвонить. А я не знаю в какой на стране, с каким она цветом волос и какую татуировку она новую сделала. Она просто мама. Я потом ей звоню, а ее нету. Я понимаю, что у нее концерты. И меня это бесит. И самое главное, что меня бесит, что это то же самое, что и я. Мне бывают звонят, я не дослушав, могу бросить трубку. Меня это бесит. Ее бесит, когда я ей пишу маму, потом не отвечаю. А меня бесит, когда я звоню, начинаю говорить что-то важное, она уже скидывает. И меня это бесит. Соответственно, мы равны. Я ее бешу, она меня бесит. Да, 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 да. Можно сказать, что меня бесит, что я родилась в России. Ну и пусть даже если это разнесут. Меня бесит. Меня бесит не в плане того, что я родилась в стране России, а мне бесит, что возможностей для танцовщиков не так много, как в других странах. И мне бы хотелось бы, чтобы мы наконец такие танцоры стали не просто танцульки, а танцовщики. Наверное, не было такого концерта, чтобы перед началом концерта ничего не случалось. Это меня тоже очень бесит. Всегда что-нибудь срывается и идет через ты-дын, ты-дын, ты-дын. Не, бесит, что когда ты говоришь, что ты работаешь в Китае, то почему-то сразу думают go-go или где-то, да, в непонятном клубе, ты просто так... Ничего не делаешь, зарабатываешь бабла, и они не понимают, что на самом деле индустрия совсем другая сейчас в Азии. Дети не могут бесить, это сто процентов. Нет, дети не могут бесить, это однозначно. Это же, это счастье. И хорошо, что их вокруг много. Бесит, что ты зависаешь на репетициях целый день, а потом выступаешь и это занимает всего лишь одну минуту выступления. Это бесит. Взрослые? Ну конечно, бесит. Бесит, потому что они ведут себя как дети, они должны вести себя как не дети, наоборот. Не, бесит, понятно, такой же неорганизованностью, видимо, потому что какой руководитель, такие и дети, блин. Меня бесит, что я не могу остановиться и просто насладиться жизнью, как нормальный человек. И меня вот это бесит тоже. Когда мысль пошла. Блин, соря. Да не, ничего, ничего, нормально. А еще меня бесит, что я порой думаю, что зачем мне все эти репетиции, я так устала и начинаю становиться каким-то негативным человеком, и меня это бесит, что я становлюсь негативным человеком. Меня бесит, что меня бесит. Ну то есть я-то понимаю, что все, что меня бесит, это, наверное, я сама себя бесу, бесю. В общем, я бесу сама себя, и это меня бесит. Даже если вас что-то бесит, это не значит, что вам нужно сдаваться. Это значит, что ваша жизнь интересная, если вас что-то бесит. Это хорошо. Это нормальное состояние. Бесить может много чего. Вот. Поэтому желаю всем удачи в новом году и в завершающем году. Все.